Уравнение Бальского-Ковчегова А нелинейная, значит, мы в следующий раз будем решать Вот, для начала, что касается линеаризации Значит, мы можем сделать вот такую замену То есть у нас есть функция, которая трейс зависит от двух переменных Ну, у1, у2, у от x1, у от x2 Вот, и я делаю замену Считаю, что если у, значит, что такое у меня А, x, да? Это b, есть b, g Да так вот Ладно, это не очень важно Не помогает Вообще, забывай, но открой до конца Тогда я вообще написать не смогу ничего Это правильно, но теперь уже поздно О, да, отлично Сразу видно, в комнате физики, да? Так, чего я делал? Дезит плюс Поле от Дезит плюс Ну, у меня вообще, говорят, минус бесконечности до плюс бесконечности Вот То есть это у Это весь на скрине, который описывает кварк Вот он от минус бесконечности до плюс бесконечности летит Во внешнем поле b, глионном Вот А это, соответственно, у У крест описывает антикварк Он тоже летит Вот И вместе у нас получается, что кварк туда летит Антикварк тоже туда летит Вот Поле где-то здесь В Z плюс равном нулю Вот это поле пиковано То есть у нас, скажем, был фотон Родились пары кварк-антикварк Они летят Вот это поле, это внешнее поле Вот ядра, через которые они пролетают И они там дальше летят Вот Хорошо Это, соответственно, быстрота Вот Теперь У У нас Так как это некая экспонента То, скажем, при малых полях Она близка к единице Если у нас тут 2 единицы Средственно, 2 единиц n Соответственно, единица минус n Это 0, да Поэтому при малых полях У нас вот это вот В так будет Маленькое И мы Поэтому хотим При малых полях Сделать линеаризацию по В Здесь у нас будут члены Там квадратичный ПВ Линейный ПВ Вот квадратичный ПВ Мы пока оставим А линейный ПВ выпишем В общем, я делаю эту замену сюда И получаю следующее ДВ1,2 По Дэта У меня получается Альфа СН На Пи в квадрате Так, а здесь будет В1,3 Плюс В3,2 Минус В1,2 Минус В1,2 В1,3 В3,2 Ну, как бы подставить сюда И несложно Вот То есть вот это у нас Линейная часть Вот это нелинейная часть Если мы вот так вот отрежем Только линейную часть возьмем То вот это вот уравнение Называется уравнение БФКЛ Вот Значит, вот отсюда до сюда Вот в одной из его форм Так сказать, в координатном представлении Вот По физике это отличает Малым В, как я уже говорил То есть пока В малы Вот И мы говорим, что В мало Соответственно, это у нас В квадрат Мы пренебрегаем Вот То есть у нас Глеонов мало Достаточно Вот И Мы не учитываем их взаимодействия То есть Вот этот кусок уравнения БФКЛ Он нам говорит, что вот Число глеонов при изменении вот быстроты Там на какой-то шаг Пропорционально числу глеонов Которые было, так сказать На предыдущей быстроте То есть Да Можно уточнить Да Вот еще раз В1-2 Это когда ты берешь вот этот оператор У1-2 Да И 1-2 Это Еще раз напомню Что? Ух Вот это Ну Х1 Это точка Да Точка Просто напомни, где эти точки То есть У меня какие-то были Сейчас В этой волне Какие-то Хорошо Идея была какая Что вот это вот поле Да Б Оно у нас Зависит только Оно выглядит так Б От З Это Во-первых У меня был вектор Н2 Мю Во-вторых У меня была дельта функция От З Плюс И Какой-то там Б От З Перпендикулярно То есть Это Поле Ударной волны Как я говорил Во-первых Оно имеет только одну компоненту Б- Я всегда могу такую калибровку выбрать Мы это говорили Во-вторых Оно пиковано Около З Плюс Равно Нулю То есть Это отвечает тому Что наше Ядро Оно Сжато Лоренцовское Сжато Вот И мы говорим Что вот Пусть у нас бесконечно Оно сжато Оно превратилось В дельта функцию Вот А в поперечном В поперечной плоскости Вот оно летит Значит Вот оно летит Так оно сжато А в поперечной плоскости Оно какое было Такое и есть Поэтому поле в поперечной плоскости Оно вот Живет И соответственно Вот эта вот линия Вивстеновская Вот она пролетает В какой-то точке Поперечной плоскости С координатой Z Вот через это поле Ну то есть Кварк пролетает Через поле Кварк пролетает Через поле Поперечная координата Его Z Или вот тут X1 Ну я Для краткости Просто пишу 1 А не X1 Это поперечная координата И летит он там Как-то минус Бесконечности До плюс Бесконечности Поэтому мы интегрируем Поэтому в итоге Это вот U Зависит только От одной поперечной координаты Вот в ядре Через которую он пролетает Вот Да Что я говорил Хотели это понять Что такое U1 U2 Вот это вот Ты там просто Если я правильно помню У тебя было несколько координат В АСИЗ Вот они Вот значит Летел Скажем Фотон Распался На кварк-антипарковую пару Вот U У меня Трейс U1 U2 У него там стоит Да Соответственно Вот это вот У меня X1 Вот это X2 Вот X1 X2 Тут где-то Ядро Значит Откуда-то Я меряю X1 X2 Вот И Ну Собственно Все Так как У меня Это Я считаю Бесцветное Состояние То У меня След Вот Ну ладно А теперь Тогда Три Это что такое Три Это Глюон Я излучаю Из этого Глюон Вот И где-то У меня Есть X3 А если Глюон Не пролетал Через поле А если Глюон Не пролетал Через поле То у меня X3 Нет А Что у тебя Что это X3 То есть Вот этот кусок Условно говоря Содержит те части Когда Глюон Пролетал Через поле У нас Есть Глюон А здесь У нас Так сказать Глюона Нет В смысле Он Он Есть Но Через поле Не пролетал Теременные Федерирования Уравнений Хорошо Ну вот То есть Мы Ровно Это мы Делали В прошлый раз Как мы Его выводили Глюон Пролетал Глюон Не пролетал Вот Значит Смысл Вот этого Уравнения Что Грубо говоря Вот у нас Есть некий Глюон Значит Некая Линия С нее Слетел Глюон Вот Он Может Испустить Дальше Глюон Испустить Дальше Глюон И так далее И Число Глюонов Вот Каждый Из этих Глюонов Имеет Значит Скажем так Мы Смотрим Нашу картинку Вот эти Глюонов На какой-то Быстроте Да Это Мы говорим Когда мы Делаем шаг От Это Плюс Дельта Это Число У нас Глюонов Пропорционально Числу Глюонов Которые Были На Быстроте Это Вот Это Линейное Уравнение Вот Если Глюонов Очень Много У нас Получается Что Оно Имеет Член Который Пропорционально Числу Глюонов А так Жен Который Груб 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 Там Шла Про Вильсинов Линию Нет Почему Там Были Вильсинов Линии Вильсинов Линии Это Глюоны Фактически Они Содержат Глюонное Поле Вот Как Не Говорил И Говорил Это Неправда Вот Ладно Давайте Нелинейную Часть Мы Отложим Вот Пока Про Линейную Поговорим Вот Единственное Что Я хочу Сказать Про Нелинейную Часть Вот Здесь Прежде Чем Решать Линейное Уравнение Это Следующее Что На самом деле Что Здесь Нелинейность Что Вот Здесь Это Нелинейность Мы Будем Искать Матричные Элементы Это У нас Операторы Мы Будем Искать Матричные Элементы Вот И Это У нас Какой То Бесцветный Оператор Вообще Говорят Трейс Вот Теперь Вот Если у меня Есть такое утверждение Есть Бесцветный Оператор Скажем Вот Среднее От двух Бесцветных Операторов У1 У2 Вот Среднее Оно Равно Среднему По У1 Среднему По У2 Плюс Значит О О Большое Ну От Едницы На Н Квадрат Да Где Н Это число Цветов Среднее Вакуум Ну В принципе Вакуум Сейчас Я покажу Для вот Этой Петли Вот Значит Это Поправка Вообще Н Это число Цветов В данном Случае У нас Н Равно Трю То есть Н С Да Вот То есть Это Одна Десятая Так Да Вот Зачем Мне это Надо Это Мне надо Вот Скажем Когда я гляжу сюда Вот я скажем Хочу среднее от обеих частей брать Это все-таки Мне в обкладках протона Там еще чего-то Вот эти операторы стоят И Когда я буду брать среднее Да Вот я беру среднее У меня вообще говоря Среднее Выглядит вот так То есть Это среднее От этого оператора Который был и здесь А вот это среднее Уже какого-то нового оператора Да И Я понимаю Что я могу решать уравнение Когда у меня Скажем Обе части От одного и того же оператора Зависит Да Ну или от одной и той же функции Когда я среднее написал Вот Но здесь у меня функция другая Вот И чтобы его решать Я должен по идее Написать Трейс Ну так Простыми методами Скажем так На Трейс У3 У2 Крест Среднее Вот Плюс какие-то поправки Вот этот оператор Если я говорю Что вот я Вот так факторизую То тогда Это у меня какая-то функция F Ну и мое уравнение Грубо говоря DF по D Это Какой-то оператор На F Плюс какой-то другой оператор На F Ну я его решаю Потому что это уравнение На функцию F Да А если Я говорю Что нет Я не могу Вот так Расфакторизовать То тут у меня F1 А тут у меня Вернее Оператор какой-то F1 F1 А тут другой оператор Все И чтобы решать Это уравнение Тогда мне нужно Написать такое же уравнение На оператор F2 Вот я говорил Что из тех же линий Мы можем составить Вот такой оператор И на него написать Уравнение эволюции Да Помните или нет В прошлый раз То есть Мы написали уравнение эволюции Для одной фельсиновской линии Для двух фельсиновских линий Соответственно Из них можно построить Любой из этих операторов Что этот Что этот Вот мы построили этот Написали для него уравнение Если мы построим этот Мы для него напишем уравнение И так далее Оно будет зависеть Там еще лишний глион будет Соответственно Там будет на 2у побольше И так далее И так далее Вот такая иерархия. Все эти уравнения получаются незамкнутыми. Мы говорим, что в пределе больших n мы можем ограничиться не всей этой иерархией, чтобы найти даже любой из них, трейс, например, а только вот этим первым уравнением Баллинского-Ковчегова. Если мы вот так расфакторизуем. Хорошо. Значит, вот это, в принципе, доказывается там в общем виде, но это можно увидеть, вот, скажем, на конкретном примере. Вот у меня есть какая-то вельсинская петля, вообще говоря, да? Она не обязательно должна быть как здесь, которая идет от минус бесконечности до плюс бесконечности и обратно. Вот тут она у меня идет. Это может быть любая. То, что это петля вельсинская, это на самом деле тоже не важно. Важно, что это бесцветная пирата. Но у меня петля, поэтому я на петле и показываю. Вот. Если я буду считать эту петлю, то есть это какая-то трейс, значит, по экспоненту, E в степени и G, интеграл замкнутый, да? там, амидемию, да иксами. Вот. То есть это интеграл по контуру. Вот тут у меня X идет, вот как-то, да? По этому контуру, вот мы интегрируем. Вот. Хорошо. Теперь, если... Я начну по контуру, это вот по тому вот Z, ты говорил, на бесконечном церкви, вот это в 3D. Я имею в виду следующее. Вот то, что здесь написано, вот этот трейс, да? Это U1, скажем, это идет туда кварк. Вот эти, мы договорились не писать. U1, это он кварк идет через вот это вот поле, В. Да. Поиск на бесконечном. Да. Вот. Вот у нас вот такая вот вильсонская петля. Вот это координаты X1, вот это координаты X2, это как бы поперечные координаты, да? Они не меняются. А вот это у меня минус бесконечность по Z+. Вот. И тут минус бесконечность. А там плюс бесконечность по Z+. Да, это все проходит, но для того, чтобы показать факторизацию, мне совершенно не важно, как выглядит вильсонская петля. Поэтому я ее просто нарисовал. Какая-то петля. Вот. Здесь она вот такая. А в принципе, она какая-то. Вот. Поэтому я ее и написал в общем виде. По вот этому контуру Z. Вот. Если мы смотрим, значит, давайте считать теорию возмущений, да? Вот. Считаем по теории возмущений. Первое, что мы говорим по теории возмущений, значит, первый член разложения все экспоненты единицы. Это единица, да? Вот тут стоит. След единицы – это N. Да? Вот. След единицы – это N. Хорошо. Считаю дальше по теории возмущений. Значит, разлагаю эту экспоненту. Так? Ну, когда я ее один раз разложу, мне ничего не будет. Первое, не считающий член бытка, я дважды разложу. То есть, у меня будет какой-то интеграл. Ну, хорошо, я напишу, да? Это след. Там будет единица первая, плюс от второго ничего не будет, от третьего будет G-квадрат, некий интеграл там до X1, до X2 по вот этому пути оба. Вот. И тут у меня будет тут у меня будет амю один амю от X1 амю от X2. Да? Вот. Я их спариваю пропагатором. Все честно. Вот где-то здесь тут X1, тут есть X2. Все. И, собственно, вот это я посчитаю. Будет какое-то число. Спрашивается, какой будет цветовой фактор при этом числе? Вот. Какой будет цветовой фактор? Вот тут у меня стоит ТА, вот тут у меня стоит ТА, да? Из пропагатора. Человек спариваешь пропагатором, он не жут тебя просто как оператор. Ну, как? Я говорю, я хочу вот это вот тождество доказать. Ты средний считаешь? Я средний считаю, да. Ну, хорошо. Да, я средний считаю. Ну, средний считаю, поэтому я спариваю. Вот. Значит, пропагатором спарил, тут у меня ТАТА, и след. То есть вот эта штука у меня пропорциональна следу ТАТА. Да? Вот. Следу ТАТА. ТАТА это у меня оператор Казимира. Это у меня, значит, Н квадрат минус 1 на 2 Н, на единичную матрицу, след единичной матрицы Н. То есть у меня просто получилось, что вот это вот все у меня пропорционально Н, да? В одном случае стоит ТА, в другом ТБ. Ну, так я спарил. Спарил, получил Дельта АБ. Так, что я не то написал? Сейчас. Получил Дельта АБ. Ну, секунду. Почему? Ну, хорошо. Вот у меня стоит отсюда ТА, отсюда ТБ, да? У меня ТА, ТБ. Вот. Значит, ну, хорошо. А, ты их спарил в Глённый пропагатор, то есть нужно ещё это умножить на Дельта АБ, да? Всё, правильно? Ну, да. Правда, хорошо. Вот. Хорошо. Хорошо. Дельта АБ у вас из-за трейса. Нет. Дельта АБ из Глённого пропагатора. Что? Значит, значит, сейчас, секунду. Да, вот что меня беспокоит. Я n квадрат поделил на n, помножил на это у меня n квадрат, а не n. Да? Вот. Хорошо. Значит, это у меня n квадрат и g квадрат. Вот тут, да? Хорошо. Значит, вот если я дальше иду, то же самое дело, у меня будет 3а, да? когда я буду спаривать 3а, ничего хорошего не будет. Какие будут следующие члены разложения? Я могу написать вот так, да? Так, сейчас я их все нарисую. то есть у меня будет возможности. значит, вот такие плюс, значит, ну вот такие плюс ну вот такие. Так, вот тут у меня в каждом по 4 вершины, да? Вот. это следующий порядок. Вот тут они не пересекаются, они вот так лежат. Вот это у меня плонарный диаграмм, вот это не плонарный диаграмм. Соответственно, что я получу здесь? Я получу здесь след, я имею в виду цветовой множить. а вот это у меня будет я иду по Вельсиновской линии ТА, ТА, ТБ, ТБ. Да? Вот тут. Вот. Здесь у меня будет след, скажем, ТА, ТБ, ТЦ. Из вершины у меня будет ФА, БЦ. Вот. А что у меня будет здесь? Здесь у меня будет след ТА, ТБ, ТА, ТБ. Да? Понимаете? В этом случае ТА, ТБ, ТБ. Я иду по Вельсиновской линии, по следу. Вот. Мне тут А, А, Б, Б. А, кстати говоря, вот я же там был, да, Викер, как там улобинал про вот этот П, да? То есть они, как же, еще упорядочены. Так вот я и говорю, что я иду по линии. Вот. Значит, опять-таки, если я хочу посмотреть, чему это все равно, да, то у меня получится, здесь у меня оператор Казимира, это у меня, значит, он мне даст N на единичную матрицу, это мне тоже даст N на единичную матрицу. и след мне даст еще одно N, да? И след мне даст еще одно N. То есть это у меня N куб получилось. А G тут у меня так, N куб, сейчас, G у меня в четвертой. Вот. Если я посмотрю сюда, то вот это у меня на самом деле что? Я могу написать тут, скажем, коммутатор по порядку величины, да? Ну, в смысле, с точностью до константы. Вот. Это у меня будет F ABC на F ABC. это у меня будет значит, N на дельта CC. Вот. Ну, а дельта CC это у меня соответственно N квадрат без единицы. То есть опять N в кубе, да? Вот. А здесь? Здесь у меня будет по-другому. Здесь у меня будет что? Ну, TABTA мы считали там когда-то на КХТ, да? Это минус единица что там на 2N, да? TTA ATB Вот. И снова TBTB это оператор Казимира. Соответственно, он мне даст N. Он мне даст N. Значит, этого у меня получится минус единица на 2N на N квадрат минус 1 на 2N. Вот. И на след, который мне даст N я получаю соответственно N, да? Вот. То есть я вижу, что планарные диаграммы дают мне N куб, а непланарные диаграммы дают мне соответственно в N квадрат там раз меньше. Вот. Поэтому предел больших N, ну, это я показал просто на примере, да? Можно третий порядок, следующий порядок посчитать, но и убедиться в этом так же. Это можно сделать в общем виде, я еще раз говорю. Значит, что тут получается, что я, скажем, в пределе больших N, вот это все буду пренебрегать. Вот. Считать только планарные диаграммы. Это можно развить целую диаграммную технику, как вот только планарные диаграммы порисовать. Если интересно, я могу рассказать, но это как бы вот мало к этому относится. Так. Значит, итого. Вот наша вельсинская линия вот такая получилась, чему равна? N плюс G квадрат на тут N был в какой степени? В квадрате. Да? Плюс G в четвертой на N соответственно в кубе. Вот. Плюс и так далее. Вот. Общую формулу удобно писать по вот такой диаграмме, а именно ну каждый глеон ну сколько, грубо говоря, здесь петель в такой степени N и будет. Ну это такое. Это строго доказывается. Вот. Соответственно у нас получится G в степени скажем 2K N в степени значит у меня N в степени сейчас чтобы не думать я просто напишу G в степени 2K N в степени K плюс 1 вот. Ну да. То есть ну раз, два, три и я еще провел несколько линий то сколько у меня петель 1, 2, 3, 4, 5 на каждую петлю ну кроме последней у меня по 2G по 2G да. То есть вот это общее так сказать общий член разложения по N вот здесь. Если я взял какой-то бесцветный маточный элемент. Теперь а если у меня их два а если у меня их два если у меня их два если у меня их два вот если у меня есть две таких петли рядом да что я могу делать мне хочется среднее от их произведения да вот как у меня тут вот одна помножить на вторую я беру среднюю значит если я пропагаторами своими вот только внутри одной действую то у меня получится вот ровно то разложение помножить на N N это след от единичной матрицы которая пришла отсюда да вот то есть у меня получится что-то типа вот этого сумма G в степени 2K N в степени K плюс 1 вот таких членов в квадрате это когда я их факторизую вот этот член который говорит сначала эту посчитал потом эту посчитал отдельно 2 петли вот я говорил как считать одну петлю да вот тут только что вот у меня есть два оператора да средняя от 1 от 2 так вот скажем это 2 петли я практически всегда могу так вот я говорю если я пишу вот так у 1 на у 2 да то у меня ну с точки зрения цвета вот такое разложение это средняя от первого и средняя от второго вот они в квадрате теперь а если я начинаю пропагаторами своими вот так вот между ними значит связь устанавливать что будет это будет как раз вот то что значит сюда пойдет поправка опять-таки какая будет поправка значит поправка понятно что с одного глюона поправки не будет потому что тут стоит ТА тут стоит ТА след ТА 0 да вот это у нас следы вообще говоря они из калибровочной вариантности то есть вот у нас есть два калибровочной варианта оператора это соответственно следы вот первая поправка будет вот такая да ну это как бы когда два пропагатора между ними прошло соответственно вот давайте на нее посмотрим какая она будет она будет след ТА ТБ ну на след ТА ТБ то есть вот тут было ТА тут было ТБ тут ТА ТБ вот взяли след и это у меня что получилось это у меня получилась одна вторая значит по множеству в квадрате да ну тут так дельта АБ ну на дельта АБ да это число мне не важно то есть у меня просто дельта АА вот дельта АА это у меня получается Н квадрат минус 1 на 2 да так издвоен просто вот да вот это у меня Н квадрат а вершина у меня Ж сколько 1 2 3 4 то есть у меня получается что это порядка Ж квадрат Ж в четвертой соответственно Ж в четвертой Н в квадрате вот если я сравню вот с этим да вот тут у меня как раз это видно должно быть да вот если я отсюда беру К равное 2 вернее К равное единице да тут у меня получается что вот тут член будет Ж в четвертой Н в четвертой да отсюда я получил Н в квадрате видно да вот то есть это поправка как раз вот то что я писал у большой это единицы на Н квадрат как раз факторизованным членом вот ну точно так же я могу вот это сосчитать вот ну вот ровно как я только что все считал ну и мы получим снова поправку единицы на Н квадрат вот то есть тут больше ничего такого нет тут просто нарисовали диаграмму посчитали этот самый цветовой множитель он получается единицы на Н квадрат да принципиально потому что если они не калиброчно-вин вариантные ну группа говоря калиброчный-вариантный оператор это след какой-то петли поэтому у меня есть два следа а если у меня оператор не калиброчный вариант у меня следа нет вот и поэтому цвет куда-то туда уходит то есть у меня получается на все физическое состояние смотрю да у меня петля одна большая на все то есть след у меня один а так у меня следа 2 то есть это все берется вот ну и следовать как только я ну если он у тебя конечно но там не точечные там да то да это общее утверждение насколько я знаю вот формально вот это единственное на разложение его можно получить из соотношения полноты вот а именно значит у нас ты а ежи тк да это дельта 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 и и не соединиться на 2 н дельта дельта каэль вот это как бы для генератора фундаментальном представлении соотношение полноты то вот на когда проходили да мы его вот что мы делаем чтобы формально получить мы говорим давайте у нас есть правило феймана да правилах феймана у нас есть пропагатор глионовый вот если он прицепляется к линиям кварков вот сюда мы ставим т.а. да правило феймана вот вот дайте эти т.а. разобьем вот таким образом да и вот этими членами будем всегда пренебрегать вот оставлять только вот эти вот тогда каждый глионный пропагатор мы в принципе можем рисовать вот так вместо такой линии ну то есть кварк он как раньше рисовал с кварком так рисует с кварком а глион он скажем вот этот был какой он там был и ты житый по цвету этот катый эль ты да вот и глион нам соединяет житый с катым так ну тут мне кривенько потому что нарисовал кривенько житый эль ты ну хорошо я хочу так да ну да и столько тогда хорошо мне это хочется вот так рисовать а у меня почему то наоборот получается да вот значит почему мне наоборот а естественно почему я хочу кварк антикварк да вот я так хочу вот тогда у меня будет так вот и если скажем у меня вот такая диаграмма да вот такая то у меня получится следующее так сказать множитель такой вот опять и я знаю что это же у меня дельта символа вот так вот эффективно нарисованы да вот а след каждого дельта символ дает мне н это дельта и и получится вот я их совершаю да у меня тут было бельта соответственно этот этот тут дельта это этот дельта это этот это тут дельта этот этот детский сворачивание получается дельта и и то есть на каждую петлю я получаю дельта и и Это у меня n Поэтому я просто могу сразу сказать Какой у меня будет цветовой умножитель для какой-то такой диаграммы У меня будет такой же, как для Борновской диаграммы Помножить на n из вот этой петли А если я их вот так сделаю То у меня n не будет Я сделаю вот так Если я сделаю вот так То что у меня получится Когда я буду рисовать У меня получится Вот он летел Этот тоже летел Пролетел сюда И улетел Вот Причем петли никакой нет Тут пересечений нет Вот А этот летел Пролетел сюда и улетел Тоже Ну у него вот так же выглядит Картиночка Вот То есть у меня n нет Видно, что петли нет Соответственно у меня Нигде не возникнет множество пропорциональной Вот дельта и и Вот Тут все дельта символы Они просто Проносят индекс и все Непонятно или понятно Ну если бы ты все-таки Аккуратно переписовал бы Ну Значит вот этот летит Да Это как бы в общем случае я имею ввиду Это можно аккуратно построить Вот все вот просто Так мы можем тебе же поверить На стол Ну Может поверить Все-таки Правдоподобное объяснение Не, я вам проведу подобное объяснение Вот только что стер вот отсюда Что Мы из каждого пропагатора Из ТАТА Берем только Член непропорциональной Единицы Только мы его взяли Это у нас дельта символы Нам т.м. больше не нужны в принципе Вот И мы эти дельта символы Спариваем Вот если этот шел Индекс и да Вот он вот тут вот Тут был К Л Да Вот у нас и Л будет в конце Хорошо Почему тут непланарных диаграмм Почему петель не будет? Потому что Ну цветовых петель вот таких не будет Собственно Да Просто на примере проиллюстрироваться Ну я хотел на примере проиллюстрировать Просто непланарная диаграмма Она Всегда Содержит Меньше Пересечений Сейчас Ну это какое-то утверждение Из теории графа Какое-нибудь я думаю Вот Ну я могу глянуть Рассказать Но меня это никогда Особо не заботило Сейчас не помню Потом расскажу Да Лучше То есть Общее утверждение Да Расскажешь только самым интересующим Да Ради бога Вот Ну вот здесь понятно Как я сделал Для вот этого примера То есть у нас Ну у нас вот две вот таких Да Еще более понятно Я рядышком нарисовал Вам не понравилось Тихо-тихо Это не все Это не все на самом деле Это не все У нас же не только кварки Есть У нас сейчас глюоны Да Вот А когда у нас есть глюоны У нас есть трех глюонных вершин Вот такого типа Да Вот И Тут у нас стоит ФАБЦ Вот если у нас А, Б, С Да Вот это ФАБЦ Я вот тут Вот только что Где-то это вот писал Да Мы можем представить Как вот след Вот таких вот То есть ФАБЦ Это там что-то там Дваи или одна вторая И одна вот этот след Да Вот И соответственно У меня получается Появляются что ТА, ТБ и ТЦ Сразу Т генераторы Я с ними поступаю Точно так же След у меня Говорит мне Что они все будут свернуты Вот В итоге Вот тут у меня Стоит ТРАС ТА, ТБ, ТЦ С коммутатором В вершине Вот Тут у меня Значит Стоит СТА Где-то там Из кварка Из какого-нибудь Да Или из такой же вершины ТБ, ТЦ Вот И опять По тому соотношению полноты Я Все Распаривания Ну Т с одинаковыми индексами Переписываю через дельта символы Все раскрываю И в итоге У меня получится Что Вот оттуда Ну Глеон Это у меня двойная линия Как бы Да Вот У меня Вклад в вершину Будет вот Вот такой Ну на самом деле Так как там коммутаторы Будет два Сейчас Вот Такой И Ну Перекрученный Там В одном месте Какой-нибудь Сейчас Как-нибудь Вот так Перекрученный Но Этот никогда не будет Опять-таки Давать вклада Ну если расписать Это можно увидеть Вот И в итоге Мы вот вершины Оставляем такими С 4-глеонной вершиной То же самое Можно сделать И опять-таки Идея в чем Что Взять в каждую вершину Поставить Т-матрицы Раскрыть их все По соотношению полноты Выкинуть члены единицы на n Вот После чего Вы цветовые Эти самые Множители Можете определять Вот Из таких картинок Вот сколько петель Столько и n Вот так Ну так Как бы вот Некое такое Юрическое Отступление Для показательства Вот этого Ну мне оно нужно Для вот этого Вот А так у него Много разных Применений Вот Ладно Наверное я Пойду дальше Как бы Вот Да? Отлично Ну если что Об этом Можно там отдельно Спеть песню Значит уравнение Б в Кейле Значит ДВ 1 2 Куда это Это Альфа С на n Вот Вот Кстати там как сказать уравнение в fk это писал вот это уравнение решается точно решается она точно потому что вот это вот ядро интегральное она конформный вариант в каком смысле сейчас напишу значит значит так во первых что такой конформный вариант на в данном случае в нашем случае это вариант относительно дробно линейных преобразований то есть если у нас есть z к комплексное число да то z переходит так вызовет плюс на c z плюс d вот таких преобразований то есть эта группа дробно линейных преобразований да причем чтобы так сказать они были чтобы обратно существовал нам нужно определенные условия на abc и d вот а именно значит сейчас изображу ну скажем там а д наверно минус bc ну не равно нулю я всегда могу нормировать мне будет единица вот теперь эта группа ну эта группа да там обратно есть все все дела значит есть это мы показывали нам и в этом на третьем курсе вот теперь эта группа дробно линейных преобразований она на самом деле ну и изоморф на группе sl20 что называется значит это специальные матрицы то есть обматривать с определенным равным единица да ну над комплексным полем матрица 2 надо все это грубо говоря матрицы вот такие там а b cd да вот мы имеем множим на наши вектора это группа вот таких матриц в этом можно убедиться если грубо говоря перемножить а 2 b 2 c 2 d 2 ну понятно что будет да тут взяли перемножили если мы сделаем последним два преобразования z переходит ну z 1 соответственно вот такими з 2 с индексом 2 сделаем их последним получим на местах новых там а b c и d ровно то что могут здесь вот блин на этих местах вот это делать не буду но я просто говорю что вот эти группы это одна и та же группа по факту да вот теперь это у нас такая группа вот если я вот это у меня двумерные векторы вообще говоря это да я могу перейти от у каждого этих вектора две координаты комплексным числом то есть написать скажем x это у меня и ты какой-то это x и ты там 1 плюс и x и ты 2 да вот или ввести вот так что у меня есть x который это x да и x и звездой который x и ты 1 минус и x и ты 2 вот то есть вот тут у меня на самом деле dx вектор это dx 1 dx 2 да просто декарта систем координат с другой стороны я могу перейти dx dx со звездой вот в этом смысле да ну тут появится что-нибудь типа там да но мне это сейчас не важно совершенно что там появится вот там появится ну и наверно появится еще но я имею ввиду что я могу сделать замену переменных вот и соответственно x квадрате это x по модулю в квадрате да понятно вот и перейти написать это все через комплексные числа вот вот этот вот вместе с интегралом вот это выражение теперь если мы на него посмотрим то видно что по сдвигу они инвариантны да это даже для этого комплексным числом переходить не надо я сдвигаю все мои x и на какое-то число тут у нас везде разность вот это вообще переменную интегрирован то что мне сдвигается то есть у меня x в x плюс а инвариант такое преобразование для вот этого моего оператора видно да замечательно если я делаю x а x то же самое он не безразмерно видно да то есть масштабная вариантность есть вариантность по сдвигу есть вот здесь у нас на самом деле все отцы уберу вот это инвариантность по сдвигу вот эта масштабная вариантность да если отцы оставлю у меня есть еще инверсия вот ну и то что вот эта штука инвариант относительно инверсии мы сейчас покажем значит ну мне везде разности здесь да то есть x 1 минус x 2 куда перейдет по единице на x 1 минус единица на x 2 это соответственно x 1 x 2 ну минус x 1 2 до при инверсии инверсия вот соответственно но это у меня x 1 2 ну а x 1 2 в квадрате соответственно переходит в x 1 2 в квадрате делить на x 1 в квадрате x 2 в квадрате вот dx переходит куда d единица на x это значит x в квадрате dx ну вообще говоря минус но мы придем и поменяем минус не будет вот и того вот эта вот штука интеграл dx 3 x 1 2 у меня комплексное число у меня вот я для dx сделал то же самое сделал для dx и звездой вот то есть так как они совершенно одинаково делаются я просто сопрягаю вот все что я написал бы для dx и звездой вот и тогда вот это значит у меня перейдет куда dx 3 опять-таки вектор он у меня перейдет во что он меня перейдет в x 3 в квадрате x 3 со звездой в квадрате да вот это у меня перейдет x 1 2 в квадрате на x 1 в квадрате x 2 в квадрате значит тут у меня будет x 1 3 в квадрате x 1 в квадрате x 3 в квадрате ну и тут соответственно x 2 3 в квадрате 2 в квадрате x 3 в квадрате ну вот x 1 x 2 я благополучно сокращаю вот а x 3 4 степени я сокращаю вот с этим так видно вот что ну как x 3 на x 3 со звездой это x 3 квадрате вот как здесь вот то есть и того у меня вот как был так осталось то есть вот этот мой оператор относительно группы sl2c инвариантин вот это еще говорят группа мебиуса вот поэтому это мебиусовская инвариантность вот вот значит зачем это надо все значит если у нас какой-то оператор инвариантин относительно группы то мы можем взять оператор казимира этой группы найти его собственные функции это собственной функции будут диагонализовывать этот оператор да это точно так же как если у нас гамильтониан варианте относительно вращений мы можем найти собственные функции оператора на угловой части оператора лапласа это y и они соответственно будут собственными функциями нашего гамильтониана соответственно нужно взять найти для вот этого этой группы оператор казимира найти их собственные функции подставить сюда и но это представление на функциях вообще говоря в смысле вот этот оператор действует на функции в да так это да это интегральный оператор он действует на функцию в вот я вместо функции в возьму собственную функцию казимира и у меня получится что так он диагонален что зачем диагонален это означает что мой оператор вот к я его назову да что когда я к на собственную функцию но и и называют да по действию у меня получится некое число которые хитом называют на е вот собственно и все а если это у меня была бы не собственная функция то у меня получил бы черти чё вот в этом смысле грава числу на собственную функцию вот это есть диагонализация да вот ну это я быстро проделаю потому что вычисления там очень простые ну просто их много я их так схематичненько значит вот преобразование да обратное преобразование если это у меня омега равно да то соответственно омега равно я просто перепишу чтоб там дроби не складывать вот это у меня было а вот и нет а вот я и не так назвал себя назвал наоборот а c плюс d значит чтобы у меня было стандартное представление так сказать вот для всех формулы теории групп работали у меня когда все параметры равны нулю мне должна быть единицы группы поэтому я вот тут вот единичку добавлю вот тогда у меня при всех параметрах равных нулю это у меня тождественное преобразование вот и обратное соответственно у меня будет вот таким d плюс 1 на омега минус b минус c омега плюс а плюс один вот ну как бы взяли сделать да это z равно да ну вернее да это z равно это соответственно ситут не было же с индексами там а b c d да то значит омега а b c d обратным преобразованием переходит в z вот ничего такой оператор казимира это некая комбинация генераторов до которой со всеми ними коммутирует соответственно нужны генераторы жидко генератор генератор скажем отличающие а это что вот у нас есть какая-то функция во первых мы берем представление на функциях у нас на функциях да то есть элемент группы же действующий на функцию переменных у нас вообще горят 2 да ну их может быть много там скажем от r1 и так далее и рэн это значит f g минус 1 соответственно r1 так далее же минус 1 у нас 2 вот опять таки моя функция от комплекса от вектора да я и могу написать как функцию от x x со звездой и на каждый будут действовать вот генератор тогда это что это д по д а от же соответственно f как в нуле а равно b равно c равно нулю вот это генератор действует на и ну первый я напишу сейчас как он действует соответственно что у меня получается у меня получается д по д р и ты каким сколько их там да вот f помножить на d r и т по д а нуле вот в этом причем я беру обратное преобразование ну когда я беру д вот это по д а да у меня получается что у меня получается значит у меня получается у меня получается d плюс 1 на омега минус b минус c омега плюс а плюс 1 квадрате это все в нуле вот да вроде так это все в нуле соответствует не даст омега просто но омега мое и рыта вот это равно то есть вот это это мой генератор а ты и с минусом такого кто-то вот это минус так понятно как я получил генератор или нет хорошо вот я получил генератор отвечающий а ну остальные делаются также я их просто напишу генератор так значит и того и а ты это у меня минус сумму по и р и р и по д р и ну это понятно что б на самом деле то же самое что омега просто сдвиг да б то есть это сумма по и д по д р и р и просто значит и с этой тут будет р и в квадрате д по д р и ну и и д этой будет сумма р и д по д р и ну он такой же как это с точностью до знака потому что ну да это тот же на самом деле но у нас есть связь там вы помните да через определитель то есть короче говоря вот наши генераторы как получать их понятно то теперь оператор казимира ну грубим берем их все там множим коммутируем но я его напишу ответ значит опять таки и бэйц и минус по моему 2 и 2 квадрате вот такая комбинация коммутирует со всеми ними сейчас проверю и и плюс 2 и ты такая комбинация проверяется на самом деле просто в лоб грубо говоря и коммутируем вот значит оператор казимира написан подставляем вот это все туда до что у нас будет ну и боится я получится соответственно сумма пули д по д р и Т, сумма по К, РКТ, ДПДРКТ, плюс сумма по К, РКТ, 2ПДРКТ, плюс сумма по К, РИ, ДПДРКТ, РКТ, ДПДРКТ, значит, ну понятно, здесь нужно, так сказать, разбить на две части, как и здесь, то есть они могут действовать на Р, могут действовать дальше, да, и того, что у меня получится, у меня получится сумма по К, вот, значит, у меня вот тут будет Д2, ДРК, оно везде есть, плюс у меня будет сумма по И, ДПДРКТ, это когда вот одна из производных на что-то подействовало, да, и что будет здесь, здесь будет, я просто должен все переписать, вот у меня будет РК отсюда, РК отсюда, РРК, соответственно, 2, РК в квадрате, минус РРК, вот, вот, оттуда я должен написать, когда я вот этим действую, значит, на РК, у меня получается, что это минус, минус, плюс, минус, сейчас, может, я никто написал, и хе-хе, да, минус вот откуда, вот отсюда, соответственно, вот тут вот минус, пардон, вот, я просто помню ответ, вот, теперь минус там есть, соответственно, так, только наоборот, тогда вот так, да, тут у меня минус раз, минус два, а тут у меня плюс, вот сюда, сюда, когда я буду вот этим на РК действовать, у меня будет 2 РР, да, 2 РР, вот, сюда буду действовать на РК, РК уйдет, тоже 2 РР, видно, да, с другим знаком, вот этого не будет, вот, а это минус 2, я оставлю, а здесь, ну, вот, сумма по РК, все равно сумма по ИК, я могу ее написать, как 1, 2, значит, РК квадрат плюс РК квадрат, вот здесь, напишу, у меня полный квадрат свернется, и того у меня получится сумма по ИК, РИК квадрате, Д2 по ДР и ДРК, вот оператор Казимира, ну, минус 2 это не важно, а структура вот такая, ну, да, тогда и минус 2 нет, но я говорю, общий коэффициент меня не интересует, вот, все, оператор Казимира есть, значит, его собственные функции надо написать, бы, значит, у нас две частицы, да, ну, то есть, Р1 и Р2 есть, Р3 нету, функция двух переменных, поэтому оператор Казимира это, скажем, Р1, 2 в квадрате, ДПД, Р1, ДПД, Р2, вот наш оператор Казимира, вот, то есть, мы, грубо говоря, действуем на какую-то функцию f, получаем лямбда f, вот уравнение, которое мы хотим решить, причем Р1 и Р2 это комплексные числа, в принципе, это уравнение решается, как бы, в лоб, а именно, извините, можно, можно, почему есть только Р1 и Р2? ну, у меня функция двух переменных, мне, вот, для моего случая нужна, но там, грубо говоря, есть 1, 2, 3? не, 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 ну, каждая из них, а функция двух только иксов, ведь? ну, ты, типа, будешь за место их подставлять? ну, да, вот, то есть, это у меня функция двух переменных, поэтому я и взял, я ищу функцию двух переменных, на самом деле ну, каждый Р двумерный почему двухмерный? ну, потому что мы и перед неглядами да, каждый Р двумерный, что я сделал? я сказал, я перехожу от x вектор к x, x звездой, да? вместо того, что x-овая, y-овая компонента, вот, x, x звездой теперь, вот это все, вся радость, это для комплексных чисел, да? группа для комплексных чисел поэтому мое В на самом деле зависит от x1, x1 со звездой x там, ну, В1, 2, да? x2, x2 со звездой то есть, оно зависит от четырех чисел, ну, переменных, да? теперь я говорю вот для x1, x2 моя группа есть, да? для нее оператор Казимира вот такой x1, x2 на самом деле, если я рассмотрю x1 со звездой, x2 со звездой вот, все точно то же самое, только все со звездой вот, поэтому, вообще говоря у меня два оператора Казимира вот такой, вот такой x1, 2 со звездой в квадрате до x1, до x2 то есть, функция у меня от четырех комплексных переменных вот и если я забываю, что у меня вот эти два есть у меня функция от x1, x2 для них у меня есть оператор Казимира если я забываю про эти у меня тоже, вернее, про эти то у меня тоже есть оператор Казимира вот у меня два Казимира в группе вот, такой и с комплексом сопряжен вот, но так как они совершенно ничем не отличаются кроме сопряжения я вот с одним сейчас все сделаю а про второй потом скажу вот, поэтому функцию я буду искать как функцию x1, x2 где это комплексные числи вот соответственно, потом я могу моё v искать как произведение двух таких собственных функций для одного Казимира и для второго понятно, что это произведение будет собственной функцией для каждого из Казимеров да вот, потому что этот действует только на x'ы а тот действует только на x'ы запряженные они совершенно не но это прямое произведение если хотите да вот так, короче, вот это уравнение ну, как решается это уравнение значит, f равно лямбда f в принципе, решать его можно следующим образом я так решать не буду но так оно решается довольно просто значит, вот у нас тут две переменных x1, x2, да? мы можем перейти к там, скажем, ро это x1 плюс x2 и там, не знаю, r это x1 минус x2 перешли, да? ну, вот этот оператор вторая производная это как вот гиперболическое уравнение там, да? то есть оно на две разобьется то есть он у нас перейдет соответственно, это у меня r в квадрате у меня будет что-то типа f r r минус f ru ru ну, или плюс там, не знаю это не важно гиперболическое ну, гиперболическое, да плюс не будет вот, то есть вот такое уравнение теперь паро, оно ну, оно не содержит ро, да? вот, поэтому я могу, скажем, сделать фурье-паро вот, как только я сделаю фурье-паро мое уравнение перейдет в f r ну, после фурье-паро минус какое-то там коро в квадрате ну, или плюс, опять-таки, да? на f равно лямбда на f вот это уравнение бесен вот соответственно, ну, уравнение бесен его можно решить там ну, будет бесен, короче говоря вот ну, опять-таки если так его решить потом нужно обратно фурье, там еще чего-то в общем, это очень такая непростая песня ну, я просто говорю что вот оно решаемое такое, да? его собственные функции это некие функции беселя вот, однако решение можно написать в терминах r ну, и убедиться, что оно проходит потому что получение и потом преобразование фурье обратно это такое очень такая песня длинная вот значит, решение такое называется они от r1 x x1 x2 0 это соответственно x1 2 x1 0 x2 0 в степени a вот такая функция вот чудо является собственной функцией вот этого уровня вот давайте в этом убедимся это как и везде это разность x1 минус x2 сейчас сейчас все будет это вот я говорю вот так можно решать это ответ значит то, что он проходит уравнение я сейчас продемонстрирую собственно это как бы не то, что это я только угадал это люди давно угадали буквы А наверное плохо называют там у тебя А была в группе А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Ж, А, Ж Альфа 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 у меня тут вот значит ну вот некая кстати Аш его и называют значит ну что вот если мы значит Е Д по Д Х1 делаем да у нас получится что соответственно Х1, 2 Х1, 0 Х2, 0 А, минус 1 я вытащу за скобки когда я это дифференцирую у меня просто единица вернее нет у меня не просто единица у меня будет это было в степени H соответственно это будет это H будет на Х1, 2 в степени H, минус 1 да вот я его и написал вот а знаменатель остался Х1, 0 Х2, 0 правильно вот знаменатель остался теперь когда я буду по Х1 дифференцировать знаменатель у меня соответственно числитель останется Х1, 2 Х2, 0 вот а знаменатель я продифференцирую у меня будет минус Х1, 0 в квадрате H сейчас сейчас H да H общее вот я его и вынесу вот так да ну вот это я все сложу соответственно у меня получится Х1, 0 Х2, 0 Х1, 0 Х2, 0 сюда пришло Х1, 0 ушло соответственно Х1, 2 это у меня Х2, 0 вот оно у меня сократилось осталось да осталось единицы на Х1, 0 в квадрате вот это у меня получилось соответственно H вот эта скобочка в H-1 единицы на Х1, 0 в квадрате когда я буду по 2, 0 дифференцировать но у меня получится то же самое потому что это константа единственное что будет это что изменится это соответственно у меня когда я вторым дифференцировать у меня будет тут не H, а H-1 и поделится на Х2, 0 ну а потом я на Х1, 2 в квадрате еще все помножу и в итоге у меня вот это вот H-2 перейдет просто в H понятно или нет то есть у меня получилось что мой оператор и оператор Казимира если это К только на Е равно H H-1 на Е да оно какое-то сейчас я расскажу какое вот на самом деле вот для этого оно хоть какое да оно любое вообще вот пока да оно любое теперь мне на самом деле хочется разлагать вот мои функции по ним да рано или поздно вот поэтому H мне нужно такое чтобы у меня было там соотношение полноты ортогональности там еще чего-то вот и сейчас сейчас покажу значит это собственная функция оператора Казимира вот такого у Казимира сопряженного соответственно вот точно такое же да все и хорошо если мы хотим собственную функцию обоих Казимиров Е то она будет выглядеть как-то так x x1,2 x1,0 x2,0 в степени H x1,2 x1,0 x2,0 ну я знаю H вот теперь H ну для нас должен быть одинаковый а в принципе пока нам все равно вот теперь мы хотим как минимум чтобы у нас вот x да это комплексное число у него есть модули фаза вот если я через модули фазу напишу то я хочу чтобы у меня вот я на 2π обошел и чтобы у меня моя собственная функция не изменилась но физические мои вот эти они не меняются поэтому я и здесь хочу да вот поэтому как минимум ну модули у них одинаковые а фазы у них противоположные да поэтому у меня получается что h минус h с чертой должно быть ну n некое целое число да вот чтобы на 2π потому что это еще раз говорит какой-то модуль вот всего вот этого на e в степени и n фи ну и фи просто да я его в h возвожу это и h фи это соответственно минус и h с чертой вот я хочу чтобы значит когда я обошел по финна 2пи у меня ну не поменялись мои функции вот вот это у меня разность есть а дальше я их напишу следующим образом вот это я напишу 1 2 минус n плюс меню 1 2 плюс вот это их стандартная значит здесь не действительно n это целое вот значит то есть ню в этом смысле любое вот почему 1 2 на эти функции есть соотношение полноты ортогональность чтобы там все интегрировалось хорошо вот мы выбираем 1 2 вот я это может покажу еще значит просто соотношение полноты для них довольно таки сложное такое вот оно мне скорее всего никогда не пригодится поэтому я не хочу его тут оно там вот вот значит это это мои функции это мои функции емню от x1 0 x2 0 значит что тут нужно сказать и соответственно собственные числа у казимиров это вот h на h плюс 1 минус 1 значит понятно какие собственные числа то есть вот пространство которое занимает эти собственные функции оно какое значит каждому n и n отвечает какое-то собственное число казимира оно от n и n зависит а вот от ru 0 от x0 оно не зависит да то есть с каждым x0 все вот эти функции имеют одно и то же собственное число у казимира то есть они образуют ну байс неприводимое представление вот хорошо это я сказал значит вот собственную функцию у нас есть но это не все если мы делаем инверсию ну или сдвиг или что угодно то у нас собственная функция должна перейти в собственную функцию отвечающую тем же n и n вот давайте инверсию сделаем соответственно причем сначала мы сделаем сдвиг в x0 а потом инверсию то есть x и t перейдет в x и t плюс x0 а потом в единицу на x и t ну плюс x0 соответственно когда я это сделаю что у меня будет значит мои e n куда перейдет значит x1 2 мы уже говорили перейдет в себя делить на x1 x2 вот этот соответственно ага а когда у меня уже не будет нуля да у меня x1 придет просто выедниться на x1 да x1 x2 вот итого они у меня сокращаются мне остается единица там минус n пополам плюс и ню вот а здесь соответственно x1 2 со звездой на 2 плюс n плюс и ню и того если я для x1 2 скажу что значит у меня будет модуль x1 2 модуль x1 2 в квадрате лучше так x1 2 вектор в квадрате если я вернусь к векторным обозначениям в степени 1 2 значит плюс и ню на е в степени инфи то есть это модуль x1 2 это фи угол x1 2 да вот значит фи это угол то есть x 1 2 значит равно модуль x1 2 а е в степени фи да вот соответственно модуль его это длина вектора а угол это на самом деле угол вектор того же да отлично ого вернее не отлично я думал я проведу эту функцию через уравнение а мы ее только получили вот хорошо значит и причем вот эта функция она отвечает тому же числу для казимира да вот у нас есть вот такие вот и вот такие значит теперь теперь нужно взять эту функцию поставить сюда вместо v и получить число когда она пройдет через интеграл это будет собственная функция это уравнение а потом мы идти v по этим функциям раскладываем и получаем и получаем ответ вот значит сейчас я хочу сделать следующее я хочу вместо v подставить вот эту хорошо это наш план на будущем мы берем вот эту собственную функцию казимира значит мы понимаем что она будет собственной функцией вот этого оператора да мы вместо v подставляем ее сюда считаем интеграл получаем некое число на нашу собственную функцию это число это наше собственное значение поэтому наше уравнение в пространстве вот этих функций е будет выглядеть так d то есть если наша v рано или поздно как-то там сумма по n я не буду конвертизировать сейчас как она там разложится cn на n я это подставляю туда значит каждое каждое е через интеграл проходит дает мне значит сумму по n n cn они мне не зависят от ров на некое хи n на е n вот соответственно мое уравнение распалось на ну в каждом для каждого n у меня свое уравнение вида dc n по d это равно соответственно альфа s n что-то там на 2пи в квадрате на хи n на cn вот это уравнение на экспоненту да вот на экспоненту то есть у нас в итоге cn это это некая c0 n на е в степени альфа s n хи делить на 2пи в квадрате вот на это и мы говорим ну вот так вот ведут себя наши вот v то есть при увеличении быстроты они растут экспоненциально с быстротой а так как это это логарифм sqs 0 да то они растут степенным образом с энергией а вот это показатель степени так вот ну и вот соответственно что нам надо нам найти вот это хи конкретизировать как это вот вот эта сумма выглядит да вот и написать ответ для v вот если мы вспоминаем что такое v v это некая функция грейна да и вот так она и будет расти с энергией а вот тот член который мы тут выкинули соответственно минус веновый он должен вот этот экспоненциальный рост гасить когда он станет большим но это так сказать продолжение в следующих сериях вопрос пожалуйста все тогда или есть вопрос да все очень сильно зависит еще в каком пространстве ты ищешь да не но в пространстве полиномов тут все-таки уровня небесили там будет там тебя не просто вы в некотором смысле вот то что вот эта система функций полная я могу лишь сослаться я не хочу писать отношения полноты на то что я могу перевести ее в бестеля бестеля система полная вот ну опять таки там что за индексы у бестелей там и так далее это сильно зависит да 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 это такие вот вопросы нет здесь заметили заметил под ковер что что вот эта система полная в каком смысле она полная для вот таких и на нем об этом можно поговорить но это так такая такая суровая математика вот которую я не все знаю вот куда легче поговорить вот об этой системе а эта система от одной переменной да вот и она там для нее все так хорошо обмани мы поговорим вот почему почему на самом деле вот это вот сейчас вот это вот это да вот если вернуться что это такое это значит функция Грина рассеяние диполя на ядре скажем или там на протоне вот протон он у нас там блин тут у нас есть х1 х2 теперь мы говорим на самом деле функция в от х1 х2 что такое х1 это прицельные параметры вот этих двух кварков теперь мы можем перейти к х1 2 и х1 плюс х2 ну там пополам или еще что-нибудь вот это это размер диполя вот это это прицельный параметр системы как целого да вот и часто очень люди интересуются тем что вот ядро бесконечно большое вот зависимостью от этого мы пренебрегаем вот и мы смотрим зависимость только от размера диполя вот поэтому в этом случае мои собственные функции это вот эти собственные функции вот ну а в этом случае вот у меня есть грубо говоря прицельный параметр вот поэтому я очень часто и даже чаще всего буду ну часто буду рассматривать вот такой случай ядро бесконечно большое зависимость от прицельного параметра я пренебрег смотрю только в зависимости от размера диполя вот ну для собственно для того чтобы провести вот это через вот это уравнение это совершенно неважно оно проходит хоть так хоть так вот но к тому что можно ну во многих задачах вот это будет грубо говоря v для растения вперед это v для растения на произвольный угол в очень многих задачах нам достаточно иметь только вот такую систему а эта система полна там и как надо потому что в зависимости от прицельного параметра системы как цел я пренебрег когда я буду делать фурье у меня есть степени и p1 там x1 плюс и p2 x2 да ну на f от x1 x2 на v от x1 x2 если я хочу в импульсном представлении посмотреть посмотреть теперь если я если я говорю я вот тут могу сделать вот эту замену да и у меня это экспонент это перейдет во что нам не перейдет в степени и p1 плюс p2 скорее всего на x1 плюс x2 плюс и p12 на x12 ну с возможно с какими-то двойками тут ну то есть я все представляю как полусумму полуразность собираю ну наверняка тут двойка будет и тут наверняка будет двойка значит и v у меня будет от x1 плюс x2 v от x1 2 ой просто от x1 2 вот теперь я говорю если d x1 d x2 ну или d сумма и d разность x1 плюс x2 d x1 2 вот теперь я говорю я интересуюсь случаем когда у меня полная передача равна нулю да вот это у меня нет так вот теперь тогда этот интеграл у меня просто вот этот интеграл у меня просто возьмется так по x1 плюс x2 так ну и и все и моя функция в эффективно ну будет останется только зависимости от x12 вот как-то так ну ну это можно так сказать как-то обсудить еще почему потому что да да потому что очень часто зависимость от t то есть от этого p1 плюс p2 в квадрате она экспоненциальной падает вот поэтому люди говорят а вот мы берем рассеянно-произвольную на вперед вот такое а t учитываем там экспоненты ну это я покажу на примере скорее всего вот еще вопрос все все помимо с вот но .